Ветеран 781-го отдельного разведывательного батальона, кавалер двух орденов Красной Звезды Роберт Лавров рассказал юным разведчикам о технике, которая стояла на вооружении у советских войск. Школьники узнали о тактических способностях боевых машин и какую роль они сыграли в афганских событиях. Помимо БМП-2 были еще вот такие БТР-70. И были приданы нам еще для огневой поддержки 4 танка. Очень хорошо вот такое вот начинание, что есть возможность показать детям не только вот как-то на экранах этого телевизора, а воочию. И даже вот то, что когда с какими горящими глазами они залазят на боевую технику, любопытничают, интересуются всем этим. Это тоже где-то какое-то вот закладывается основа стержень. Это может потом и сыграть свою роль. В Анапской организации юных разведчиков сейчас состоит более 100 мальчишек и девчонок. Это те ребята, которые уже сейчас для себя выбрали основное направление – служение Родине. Кроме этого, они открывают для себя новые знания и в других направлениях. Мне дает здесь большое общение, кругозор увеличивается наш, потом повышаются навыки выживания в лицу, медицины, православие мы изучаем. Мы должны больше знать, что происходит в мире, должны понимать, что происходит на войнах, потому что в нашей жизни мы не имеем понятия, как все это происходит. После экскурсии ребята отправились в гости к ветеранам боевого братства. Здесь участники афганских событий рассказали свои военные истории, а юные разведчики, в свою очередь, исполнили патриотические песни. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Главная цель вот этой встречи с ветеранами боевых действий и молодых ребят, которые избрали свой такой путь разведчика. Это не только разведчик, как военный разведчик, а разведывать все и знать историю своей страны, своего села, своего края, понимать все, что происходило на этой земле. Месячник по военно-патриотической работе набирает свои обороты. Афганцы проведут еще ряд встреч и расскажут анапской молодежи о былых победах, подвигах и героях. А 15 февраля все участники военного конфликта отметят круглую дату – 30 лет со дня вывода войск из Афганистана.